Что такое вычислимая функция, что такое перечислимое множество и что такое разрешимое множество. Для простоты давайте считать, что любая функция, с которой мы имеем дело, определена от натуральных чисел. Натуральные числа это числа 1, 2, 3, 4 и так далее. Ну или если угодно, во Франции начиная с нуля. Что значит вычислимая функция? Значит есть алгоритм, то есть какая-то компьютерная программа, которая получает на вход число n, дальше работает, работает, работает. Что может произойти с алгоритмом? Может никогда не закончится вычислением. Давайте считать, что если программа вам пишет, что у нее там что-то такое плохое внутри произошло, давайте считать, что она просто вошла в бесконечный цикл. Не будем отличать ситуацию, когда она некорректно что-то такое сделала, от ситуации, когда она вообще не остановилась. Итак, эхотет может не вычислиться, то есть вычисление началось, но вычисление может не закончиться, а может вычисление закончиться и дать какое-то значение. В одном случае мы говорим, что функция не определена, в другом случае мы говорим, что функция определена. Что такое разрешимое множество? Что такое разрешимое подмножество натурального ряда? Очень просто. Когда есть алгоритм, который выдает нам «да» для всех чисел, принадлежащих этому множеству, и выдает нам «нет» для всех непринадлежащих. Ну, давайте, когда у нас есть некоторое множество, являющееся подмножеством натуральным ряда, давайте введем такое понятие. Характеристическая функция. Это вот что такое. Это функция от числа х равна единице, если х принадлежит А, и равна нулю, если х не принадлежит А. Так вот, господа, по определению, множество называют разрешимым в случае, когда его характеристическая функция вычислима. А разрешима в том и только в том случае, когда характеристическая функция, обычно ее так обозначают верхи со значком А, вычислима. Заметьте, пожалуйста, характеристическая функция вычислимого множества определена для всех натуральных чисел. То есть алгоритм должен начать работу и закончить работу, сказав, принадлежит или не принадлежит. Ситуация понятна? Мы не знаем, за какое время. Вот у всей этой науки есть одна очень важная черта. Это наука об абстрактной вычислимости. То есть вычислимость, которую не интересует, произойдет это быстро или произойдет это через какие-то там миллиарды-миллиардов лет. В огромном количестве случаев в результате получается, что эта наука малосдержательна. Интересно не только, чтобы что-то посчитать, но и посчитать за реальное время. Вот, понимаете, если что-то нельзя посчитать, нельзя и нельзя, да, никак нельзя. А вот если что-то по этой науке, что это можно посчитать, то очень часто бывает, что посчитать все равно нельзя, потому что слишком долго. Но с другой стороны, в качестве такого философского начала размышлений о том, какие задачи можно решить, а какие нет, эта штука очень даже разумная. Теперь, другое понятие, которое чрезвычайно важно во всей этой науке, это понятие перечислимое множество. Перечислимое множество можно определять по-разному. Давайте я напишу, например, три определения, и мы сейчас быстренько докажем, что это одно и то же. Одно определение, перечислимое множество, это множество значений вычислимой функции. Множество значений вычислимой функции. Другое определение, это область определения. Те точки, в которых функция определена, это область определения вычислимой функции. И давайте еще напишу такое определение. Полухарактеристическая функция вычислимая. Сразу возникает вопрос, а что такое полухарактеристическая функция? Я чуть-чуть изменю определение. Характеристическая функция была определена так. Единица, если принадлежит, ноль, если не принадлежит. А здесь будет вот как. Единица, если принадлежит, не определено, если не принадлежит. Господа, смотрите, в чем идея. Во-первых, понятно ли вам, что любое перечислимое множество, перечислимое по третьему определению, это более слабое условие, чем разрешимое. Смотрите, почему. Если у нас есть любое разрешимое множество, то мы можем взять его характеристическую функцию, и когда нам даст ноль, ну, что называется, взять и запустить его бесконечный цикл и сказать, что ноль нам неинтересна, функция в этом месте не определена. И таким образом получится, замечательное утверждение, любое разрешимое множество, что? перечислимое. Вот, отлично. Значит, любое разрешимое перечислимое. Замечательно, образом, в обратную сторону нет. Перед тем, как это объяснять, разрешите все-таки сначала обсудить, почему эти три разных, на первый взгляд, определения, это на самом деле одно и то же определение. Множество значений вычислимой функции или область определения вычислимой функции. У вас есть три разных определения, то надо в каком-то порядке это доказывать. Например, давайте так, я очень легко могу из второго пунктика вывести первый. Рассказываю, как? У вас есть какая-то функция, и у этой функции есть область определения. Давайте подумаем, что это значит. У вас есть функция, которая, значит, функция G, которая на вход получает натуральное число и начинает что-то такое делать. Правильно? Для некоторых чисел вычисление закончится, и в таком случае все хорошо считается, что для этого числа функция определена. Для некоторых вычисление не закончится, ну и в таком случае мы говорим, что функция не определена. Так, ребята, мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем из такой функции G, из такой программы, очень легко изготовить программу для первого пункта. Для этого достаточно запустить эту саму G, и в тот момент, когда вычисление закончится, не обращая внимания на то, что она там нам посчитала, просто в качестве значения функции написать это само число N. Понятная идея? И получится, что N это будет значение нашей функции. И те, которые входят в область определения, они будут значение, а те, которые не входят в область определения, те значения и живут. Понятная ситуация? Значит, любая область определения на самом деле является областью значений. Очень хорошо. Теперь, смотрите, множество значений, давайте из этого выведем третье. У нас есть некоторые, некий алгоритм, который печатает, печатает и печатает. То есть, мы его запускаем на единицы, мы его запускаем на двойке, на тройке и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. И некоторые, ведь, когда вычисление началось, на самом деле, не очень понятно, оно закончится или оно еще будет долго считать. А может, оно вообще никогда не закончится. Поэтому, все, что мы можем сказать, что мы запускаем f от единицы, и вот некоторые из них закончатся, дадут нам значение. Некоторые так и будут считать, не закончится. Ну и ладно. Вы должны понять, как вычислять полухарактеристическую функцию. По-моему, это абсолютно понятно. Ребята, вы знаете, садовник, что делает? Он там сажает, яблони, да, есть большой сад, сажает яблони, сажает яблони, ждет, когда подрастут, там дают яблоки, там, потом еще сажает, еще сажает. Давайте будем жить, как этот садовник. То есть, берем компьютер, запускаем на нем подчисление f от единицы, немножко ждем. Потом запускаем f от двойки, потом немножко еще посчитаем f от единицы и f от двойки, потом еще посчитаем несколько тактов f от тройки, f от единицы и f от двойки. И у нас в любой момент времени будет запущено несколько вычислительных процессов, и от каждого из них еще по несколько тактов все время будем считать. И будем считать, считать, будем считать, считать. И если в какой-то момент одно из этих чисел будет вычислено, то мы радостно будем говорить, что искомая полухарактеристическая функция на этом числе равна чему? Единице. Потому что, наконец-то, оно у нас вычислилось. f от 17 равно 35. Замечательно. Значит, для 35 полухарактеристическая функция равна единице. Понятно? Заметьте, пожалуйста. Мы, в некотором смысле, будем сразу для всех значений считать. Просто посчитаем, считаем, считаем, считаем. И у нас периодически иногда возникают эти самые. Но могут и не возникать. Я объяснил, почему полухарактеристическая функция равна числе равна. Объяснил. Отлично. Ну, а теперь осталось. Из третьего пункта вывести второй. Что такое третье? Значит, у нас есть полухарактеристическая функция, которая начинает. Ребята, а вообще-то ее областью определения наше множество и является. Что такое область определения полухарактеристической функции? Это и есть то самое множество А. Очевидно? Все. Значит, вот я доказал относительность этих трех. на самом деле есть еще много других способов определить, что такое перечислимое множество. Давайте я сейчас докажу например, такую теорему. перечислимое множество перечислимое множество проекцией разрешимого множества. Четвертый пункт. Просто четвертый пункт. Проекция разрешимого множества. Что я объясню, что это проекция? Проекция разрешимого множества. Значит, господа, смотрите, у меня здесь натуральные числа, здесь натуральные числа, значит, один, два, три, да? Замечательно. И здесь то же самое. Один, два, три. Абсолютно ясно, что кроме неправильных чисел можно рассматривать пары неправильных чисел. И точно так же для пар неправильных чисел и для пар неправильных числа имеет смысл задать такой вопрос. Вот есть какое-то подмножество в такой решетке, да? То есть, это точки, у которых координаты это натуральные числа, да? Вот. Точки виды x, y, где x, y натуральные числа. Множество b в подмножество n умножить на n называем его разрешимом тогда и только тогда, когда существует алгоритм, который получает на вход пару чисел x, y, работает, работает, когда-нибудь обязательно останавливается и пишет либо 0, либо 1. Если не принадлежит 0, если принадлежит 1. Понятие разрешимого множества понятно? Понятно. Так вот, давайте сначала объясним, почему проекция, любого адреса. Проекция это вот что такое. Когда вы забываете про вторую кардиналу, это называется проекция на ось абсцисс. Или, когда вы забываете про первую кардиналу, это называется проекция на ось кардинал. Так вот, проекция на ось абсцисс является обязательно перечислимым множеством. очень просто. Потому что я могу запустить такой алгоритм простой. Для распознавания того, принадлежит вот это вот число, принадлежит число x проекции или нет. Я просто-напросто запускаю человечка, который сначала побывал в точке с координат x1 и вычислил, принадлежит или не принадлежит. Потом в точке с координат x2, в точке с координат x3, x4 и так далее, и так далее, и так далее. Во всех точках при постоянном x и увеличивающей сфере. И если хоть когда-нибудь получится, что принадлежит, значит все, алгоритм останавливает работу, говорит, что принадлежит, все замечательно. Если все время получается не принадлежит, в таком случае алгоритм просто вообще не остановит работу, и это как раз соответствует понятию полухарактеристической функции. Ясно? Значит, проекция разрешимого множества перечислима. Между прочим, если вы секунду подумаете, то вы поймете, что и проекция перечислимого множества тоже всегда перечислима. легче всего это объяснять при помощи первого определения. Представьте себе, что здесь задано какое-то перечислимое множество. Какое-то? Что значит перечислимое? По первому определению это значит, есть алгоритм, который по очереди выдает какие-то точки. повторяется иногда, может быть он надолго ничего не дает. Между прочим, он может дать конечное число точек, а потом хоть и работать, но никогда ничего больше не дать. Но тем не менее, есть какой-то алгоритм, который эти точки дает. Так мы можем его запустить, и каждый раз, когда он нам дает точку, отбрасывать у нее вторую координату и давать это. И в результате у вас получится множество значений то есть проекция перечислимого множества, она тоже обязательно перечислима. Так, я таким образом объяснил, почему проекция разрешимого перечислима. Отверли наоборот. Почему любое перечислимое множество является проекцией разрешимого? Нам дали перечислимое множество. Некоторое перечислимое множество на оси абстис некоторое множество А придумать разрешимое множество Б, проекцией которого является множество А да, пожалуйста по второму определению это область определения вычислимой функции если функции везде определенные, то ее область определения натуральный ряд некоторые функции не везде определены что некоторые алгоритмы могут зацикливаться не везде зацикливаться непонятно чем заниматься считать что-то такое Не обязательно они совсем уже строго зацикливаются. Причина, почему алгоритм не считает, может быть самая разная. Самый разумный способ объясниться здесь состоит в том, что вообще-то у любого алгоритма есть такое понятие, как тактик работает вычислительная машина. Вообще модели вычислимости, их много разных. Бывают машины тьюринга, бывают компьютеры, есть еще разные виды алгоритмов, но у любого алгоритма есть такое понятие, как шаги. Согласны? Лучше всего представлять себе, под словом алгоритм, то, что у вас есть компьютер, только единственное, которое может себе закупить любое количество жестких дисков. Чем отличается математическая вот эта абстракция от реальности? В реальности у вас есть у компьютера память, и все. А представьте себе, что в любой момент можно отдать приказ. Пожалуйста, еще один жесткий диск. Понятно, да? И еще один, и еще один, и сколько надо. Память не ограничена. Она в любой момент времени конечна, но если надо, если у нас она заполнилась, то можно купить еще сколько нужно. Так вот, смотрите, что я сейчас объясню. Есть у меня какое-то множество. Ну, например, давайте с третьего определения. Из третьего определения. Есть у меня множество. Подможество натурального ряда. А это часть натурального ряда. И мы знаем, что его, клоу, характеристическая функция является вычислимой. Начинаем ее вычислять. Так вот, ребята, совершенно понятно, что когда мы ее вычисляем, мы не знаем, становится вычисление. И не останется. А сейчас я сделаю так. А давайте-ка мы не будем полностью спускать процесс вычисления, а посмотрим, для каких точек за один такт уже успела посчитать. И все такие точки отметим здесь. Вы понимаете, что они точно входят в множество а? Ну да. Отлично. А на следующем уровне те, для которых полухарактеристическая функция успела посчитать за два такта. А на n-ном уровне успела посчитать за n такт. Понятно? Программа, которая вычисляет полухарактеристическую функцию, это некоторая компьютерная программа. Сделать n тактов ее вычисления не проблема, это конечное число. И поэтому на каждом уровне у нас будет разрешимое множество. Ну и вообще оно все будет разрешимо. Значит, определяется так. Точка с координатами x, y входит, если при вычислении полухарактеристической функции множества а в точке x, вычисление закончилось за y тактов. Это абсолютно понятная конструкция. За y тактов закончились. Все? Значит, это разрешимое множество. Продолжение следует...